МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А кроме того, специальный режим дозволяя отрымливать уже мытую Городнину. Сделаем фасовку любого размера от килограмма 3, 5, 15 и 25 килограмм. Это оборудование способно фасовать, тарить и само улаживать на палет. Силами юных гомельских краязнавцев про место похования своего свояка доведались ажихары далекой полношной Осетии. Яшенья дау народной халанбека Зукорова видали про его только то, что в годы войны он пропал без весток на территории Беларуси. Светло на историю большим 70-годовой доунины пролили выхованцы шмат профильного центра додатковой эдукации детей молодей города Гомеля. С подробностями Ганна Ковалева. Это братское похование находится в Гомельском районе. С покой тут сдобыли неколькие сотни солдат. Однако на мемориальной плите именны только восьми из них, от места похования яких никто со своякум не ведал. Так было до этого дня. Звучайные гомельские школьники-миротворцы середней школы номер 27 отшукали родных одного из похованных. Халанбек Зукора, урадженец полночной Осетии, измогался за вызволение Гомеля. В боях за город 25-годовый солдат загинул. Его родные отрымали поховальный лист с пометкой «Зник без весток». Про 72-годы племенники Халанбека с допомогой гомельских миротворцев знайшли место похования своего дядьки. Вот у нас фотография, которую прислали из Северной Осетии два брата. Вот старший брат Саланбек и младший Халанбек. Вот этот младший брат, он похоронен здесь. А вот у нас такая фотография, здесь семья. Родственники, которые собрались, встретились вот все, видите, что очень активно, никто не проигнорировал. Они приехали, приехали племенники, приехали внуки. Как знайсти свояку Халанбека Зукорова, звездки про его гомельские миротворцы накировали своим юным коллегам в Ауладе Каукас и в сродке массовой информации о Сетии. На шасти материалы трапили у державную телекомпанию «Алания». В раз месяц гомельчане отрымали отказ. На совесть вышла племенница солдата, який загинул за Гомель. Еще один текавый факт, а кроме Халанбека у доброохводники пошел и его старший брат. По некоторой информации, он так само пропал без весток на территории Беларуси. Однако демина Вита еще треба будет высветлить. Если будет мир, будет жизнь. Поэтому главная наша задача еще раз молодому поколению показать, что война это самое страшное, что может быть в мире. Поэтому они установят связи. Дети это послы особого склада. Когда они возрастают, конечно, они же не будут друг в друга стрелять. Они будут делать все возможное, чтобы был мир и дружба на планете. Зараз выхованцы шмат профильного центра додатковой адукации «Дети и молоди» ведут пошуковую праць в удачуне не до инших солдат. Сярод их есть уродженцы Украины, Башкортостана, Казахстана и инших краин. На один момент запыты на кированы у Ярославскую и Курскую в области. И махчима уже праздникальки тыдня. Свояки еще двух загинувших солдат доведаются про место похавания своих героичных протков. Ганна Ковалева, Игорь Марышенко, телерадиокампания «Гомель». Сегодня на канале «Беларусь-Шатыр» в эфир выйдет шарговый выпуск нового проекта телерадиокампании «Гомель» «Надзвычайная ситуация». Выпуск под названием «209». Это номер артыкула махлярства Криминального кодексу. Именно в этом злочинстве и его шматликих проявах под заговорка на прикладе шаргу опошних фактов. Кольки може каштовать экзотичный попугай, говорливая птушка. И як позбавиться усі гроша в сумме некальки тысяч долару на просторах интернета. Ауторы программы разглядись неординарны для ветковшины выпадок с экзотичными камерунцами и их неяснуюшей птушкой. А лишь самыми проблемными застаются махлярские труки со сталыми людьми. Шастей за усіх, яны становятся ахвярами злашинців. Телеглядаши доведуються об шматликих прикладах уже зафиксованных фактов и отрымают шерох парад, як позбегнусь махлярства. Совершено более 860 краж. Из них более 90 краж совершено путем мошеннического, ну, вхождения в доверие к пожилым людям. Как бы, как входят доверия, можно, хотелось бы остановиться на этот момент. Как правило, это приходит пожилым людям женщины среднего возраста. Представляются либо социальными работниками, либо просят попить водички, предлагают какие-то вещи купить, платочки, платья, то, что по доступным ценам. Как в большинстве своем, пожилых людей это заинтересовывает, они начинают интересоваться. Пока они смотрят вещи, сообщники, как правило, потому что работают по несколько человек, они заходят в комнату и начинают проверять места, где, как правило, всегда находятся пожилых людей деньги. Протягиваем выпуск. Завершается подрыхтовка до проведения первого областного конкурса «Миссис Гомель». Его удельницами станутся женщины, которые находятся в шлюбе и имеют детей. Кто претендует на титул самой пригожей мати и каким потребованием должны отвечать конкурсантки, ведут наши корреспонденты. В первую идею проведения конкурса «Миссис Гомель» огучили еще в 2009-м. Правда, организовать его оказалось не так просто, але селита идея уреште стала реальностью. На приконце кастричника провели кастинг «Жаншин», який знаходятся в шлюбе и «Маю с дятей». Пришим до разгляду прималися заявы зусей в области. По выниках одобрали 15 лепших, пригожих с внешне и с творчими сдольностями. Галлонный прыс и семейный тур по Европе. Хоть сам факт уделу в финале для шматкого уже перемога. Очень важное участие, потому что для меня это большой опыт. Когда-то в прошлом я уже участвовала в молодые годы и хотела бы попробовать свои силы вновь уже спустя многие годы. Организаторы кажут, что на великие нагрузки конкурсантки не скардятся, хоть займаться приходится шмат. Пришим не только у центра моды и пригожости, але и у тренажерной зале. Даречи «Жаншин», які працуюсь на предприемствах, на час тренировок от работы вызволяют. Тут за организаторами полное разумение. Навод на финал обещали прислать группы подтримки. Имя миссис Гомеля даречи стане ведома десятого снежня, коли конкурсантки выйдут на сцену областного драмтеатра и покажуть усе свои таленты. Нужно будет показать как раз таки свои артистические способности, умение искусства дефиле, которому они учатся сейчас, вот уже на протяжении недели и еще впереди недели подготовки. Девушки занимаются своей внешностью, хореографией, танцами, дефиле и все это покажут на сцене 10 декабря во время мероприятия. Олег Сентюров, Дмитрий Котов, Евген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель». У Гомельским держанам университета имя Франциска Скарыны прошла творшая сустрэша студентов с головным редактором московского часописа «Юнацтва» Валерием Дударевым. На передо дни литературных славянских сустрэч подымались опыта несущасной литературы и перспектив друкованных СМИ. «Юнацтва» – уникальный литературно-мастатский часопис, який не спынял свою дейнасть с 1955 года. Все лето вышел вдруг 719-й номер выданья, девиз якого у кожного юнацтва повинно быть свое юнацтва. Головный редактор Валерий Дударев на конференции у Гомеля пропоновал до обмеркования надзенное пытание об уплыве интернету на лёс друкованных СМИ. Азнашил, что для часописа сусветная сетка только техничный сродок, а не пляцовка творчасти. В интернете мы размещаем журнал. Её можно найти, можно прочитать, есть сайт. Но это не значит, что мы ушли в интернет. Мы это воспринимаем как просто доступность. И на этом по колюсе за развитём падей сошити по наших выпусках. А я с вами развитвуюся. До побашения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова